Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров ESP8266. Продолжаем учиться писать код для данного микроконтроллера и уже с использованием операционной системы реального времени FreeRTOS, с которой мы начали работу в прошлом занятии. А на данном уроке мы, используя данную операционную систему, попробуем подключить к нашим контроллерам символный дисплеер с решением четыре строки по двадцать символов с использованием шины I2C через специальный переходник. С данным переходником мы знакомы, мы его уже подключали и в уроке 10, также смогли переопределить на нём ножки SDA и SCL в уроке 18. Теперь мы наши накопленные знания должны применить уже к использованию данного переходника в системе FreeRTOS, так как дисплей порой нам очень помогает в работе, работа с ним в операционной системе несколько отличается от работы в остановном режиме, поэтому вот и потребовалось такой вот урок. Схему оставим с переопределёнными контактами, они очень удобны, как мы увидели, из урока 18, хотя бы для того, чтобы не мигал постоянно при обмене по I2C светодиод. Вот схема. Питалка 5-вольтовая, чтобы контрастность нормально работала, потом дисплей и, соответственно, контроллер. Все схема такая же, поэтому не будем её подробно рассматривать. И уберём наш дисплейчик. Правый нижний уголок. И сразу, я думаю, можно приступить к проекту. Проект был за основу взят из прошлого урока, вот такой UART TX RTOS и сделан из него вот с таким вот именем I2C LCD 2004 RTOS. Ну, давайте добавим наши файлы, которые были с 18 урок, с определённым, теперь определённым ножком, чтобы нам заново их не писать, а просто переделать. В общем, ашки. Сейчас найдём архивчик. Я беру точно такой же, как будет на сайте. Вернее, как он есть в 18 уроке. Вот он, с ремапом. Вот эти вот I2C User и LCD. Копируем всё это в соответствующие папки. И сишки тоже. Ну, я тут вот стою на имя проекта, в дерево проекта. Вжму F5. Всё тут появляется у меня. И начинаем с ними работать. Так как всё немножко по-другому, так сказать, то будет тут изменение. Я имею в виду про FreeRTOS. В MakeFile нам вообще изменения никакие не надо вносить, потому что мы тут используем автоматику полную. То есть, есть файлы парные. Всё, они прицепятся сами. Хорошо. Идём для начала, наверное, куда? I2C UserH. Давайте. Вот сюда. Вот этот вот уже файл не актуален для RTOS. Вместо него мы сразу кучу файлов. Сейчас сюда подключим. Ну, примерно она похожа на кучу файлов в MainH. Ну, чем-то похожа. Хорошо. Посмотрим тут 5.4. В каком-то из проекте вот здесь вот ошибка была, вторая ножка. Так что исправьте, если что. Это мы ничего не трогаем. Трогаем вот что. Вот эти вот у нас макросы тут немножко поменяются внутри. Там не так сильно, но поменяются. Поэтому мы их сейчас пока удалим отсюда. И вот такие вот уже скопируем, чтобы не тратить время писать. Мы, конечно, ничего не будем. То есть, ну, немножко здесь другие макросы по-другому используются. Но смысл-то тот же. То есть имя-то макроса такое же будет. Потом подобные вещи надо нам проделать. Имеется в виду насчёт вот этой библиотеки в lcdH. Вместо неё мы библиотеку подключим в нашу библиотеку. Нам тут больше другие сторонние никакие вот не нужны. Они у нас тут в i2c-user-c. То есть, вернее, не в i2c-user, в lcdc в основном там используют. Но тут в принципе, да, в i2c-user-h уже подключен у нас, потому что все библиотеки и они отсюда подтянутся. Правильно. Поэтому тут достаточно подключить только его, чтобы не опять это всё это. Ну и заодно её, так сказать, будут доступны макросы, если потребуется. Теперь в i2c-user-c. Файл реализации функционала. Здесь, во-первых, понятно, что и этот не нужен. Ну и gpu-h он у нас уже подключен в i2c-user-h. Вот. А здесь нам нужен будет вот такой файл. Вот. Вот эти вот макросы, вернее, прототипчики будут не нужны, так как тут всё немножко не так. Не знаю, почему локал подчёркивается, но пусть пока подчёркивается. Вот. И прерывание. Мы будем запрещать сразу все, потому что тяжело найти. Макросы отдельно под GPIO-шные. Не знаю, что-то подчёркивается вот это. Ну ладно, это мы разберёмся. Вот этот вот disabled будет теперь не disabled, будет lock. И вот тут вот, где enable будет unlock. Мы сейчас попробуем F7 нажать. Сейчас поглядим. Нет, это всё ложная тревога. То есть это ещё не увиделось у нас тут что-то. Ну и импликты это понятно. Импликты это у нас с вами вот где бывают. Это мы идём теперь с вами в lcdc. Во-первых, тут нам уже i2c-user не нужен, так как lcdc, через него i2c-user, вот по такой схеме всё. И вот тут не ETS, а во FreeTOS у нас OS. Вот так всё будет с задержками. И везде, в общем, где они сейчас встретятся. Все эти ETS надо поменять на OS. И причём мало того, ещё одна есть фишка. Вот тут вот где сотня тысяч. Нельзя так. Потому что в ETS был 32-битный, величина в параметре передавался. А в OS, вот если мы сейчас посмотрим, тут вот 16-битный, потому что, поэтому тут сотня вот это не прокатит. Поэтому надо разбить путь на две. 50 и 50. Вот тогда мы влезаем в 65536. Сейчас попробуем собрать опять опять. Опять где-то ещё мы задержку... А, вот тут ещё есть. В общем, сейчас скоро должно всё собраться. Вот у нас тут всё, в принципе, собирается нормально. Это пока по исправлениям, по таким, по библиотечным. Ну, понятно, что они ещё не совсем ещё все. Во-первых, в MainH нам надо подключить наши эти библиотеки тоже. Иначе мы не увидим, не инициализируем из MainC наш дисплей. Идём в MainC. Что-то мы тут вот с такой вот ошибкой с вами давно живём. Тут не 8, а 5. Потом, где у нас с вами две глобальных переменных, типа структур для параметров, мы с вами ещё две создадим. Объявим, вернее. Пока объявим. Ну, создадим, можно сказать. Не инициализация ещё, конечно. У нас будет четыре задачи, как вы видели, наверное, на превьюшке урока. Там дисплейчик был с четырьмя строками. Для каждой строки будет своя задача. Вот. Ну, пока сейчас надо будет нам сделать вот что. Мы UART оставляем. Мы туда ошибки будем всякие выводить. Вот. Теперь соберём. Соберём. Пока мы, во-первых, тут FreeRTOS, он в ESP 8266, он истроен так, что вот это вот всё это тоже задача. То есть, даже мы не создавая никаких задач, можем спокойно строки передавать. Конечно, так не делается, но у нас тут не такие длинные строки. Поэтому мы подготовим с вами строки для задач прямо здесь. Ничего страшного. А так, вообще, мы, конечно, будем передавать всё через очередь. Это безопаснее намного. Буквы не будут там толпиться, друг друга вытеснять. Коллизии мы все предотвратим. Так. Собрали мы? Собрали. Попробуем всё это зафлешить. Хотя бы проверить, что у нас вообще дисплей с вами работает. Ну, всё. Дисплей работает у нас. Задачи у нас обрисовались пока что. Вот. И теперь здесь мы задержку немножко убавим. Тут будет задача 300, тут будет 400. И ещё две задачки. Номера задач будет 1, 2, 3, 4. Вот. Потом 500, 600 задержки. И вот тут не забываем. Третий. Ой. Четвёртый. И так же. Третий. Четвёртый. И ещё создаём эти задачи тоже. Функция будет task1 общий для всех, как мы помним. А это будет 3, 4 сами задачи. То есть, ну, параметры передаём у них разные. Третий и четвёртый. Вот такие вот переменные структуры мы передаём. Передали. Ну, вот так как мы собрались с вами очередь использовать, во-первых, и вообще мы вынесем в отдельную задачу работу с дисплеем, и туда будем через очередь передавать, поэтому давайте очередь объявим с вами. Ну, как использовать очередь мы тоже знаем с вами, только мы всё это там через свои макросы делали в STM32. Ну, а тут вот так напрямик, классическим способом. Объявили очередь и так же объявим структуру. Мы будем передавать, ну, вернее мы… да, структуру, правильно, мы именно объявим структуру. Здесь мы… правильно. Это сама структура, причём тут не просто структура, а тип объявим на основании вот этой вот структуры. То есть мы объявим свой тип посредством вот такого ключевого слова typeDef. И вот такого типа уже переменную мы создадим. То есть мы передаём с вами переменные потом на основании вот этого типа структуры созданные, которые будут объявленные. И передавать же мы будем не сами переменные, не значение их, а будем указатель на то место, где они лежат. То есть вот так работают со структурами, как правило. Всю структуру, то есть всю переменную вот эту вот вязанку через очередь не гоняют. Гоняют именно указатель. Ну, там есть своя там небезопасная сторона. Но мы пока на этом останавливаться не будем. В нашем случае будет всё там нормально работать. То есть давайте сразу прежде чем в Main C объявлять наши очереди, создадим пока что задачу для вот дисплея. Она будет RecordTask. Ну, для приёма. То есть она будет принимать. Передавать будет первая. То есть вот это будет передача. Тут будет приём. То есть из очереди мы будем принимать здесь, а в очередь будем засовывать вот здесь. Забирать будем из очереди там. Теперь мы создадим уже очередь на 10 элементов. Я думаю, нам хватит 10 элементов. Там ничего не столпится. Можно и меньше. Ну, мы вот увидим, что и 10 будет всё нормально. Вот здесь вот это делается. Вот. И мало того, я порой забываю. Создал функции задачи и слава богу. А надо ещё саму задачу создать тоже. Вот она. С таким же стеком. Но мы ей никакие параметры не передаём. Но очередь, как мы знаем, помогает общаться данными между задачами. Не боясь того, что мы запросим эти данные в тот момент, когда их какая-то задача будет туда писать. Какой-то поток thread. Вот. Поэтому мы создадим также переменную очереди. В принципе, вот тут вот этот Q. Main C. Даже вообще не знаю, зачем нужен. Может он даже тут не нужен. Не знаю. Может нужен. Сейчас посмотрим. Нужен, конечно. Да. Мы там создаём, да. Мы здесь же только Handle объявили. Всё. Мы очередь должны создать. Что-то я немножко переклинился. Вот. Давайте сначала, наверное, что ли, займёмся задачей, наверное, приёмной, да? Или нет? Нет. Приёмной. Потом. Передающей. Здесь вот мы с вами объявляем переменную типа структуры для очереди. Вот эту вот, в которой будем мы... В очередь вообще мы будем передавать номер задачи и количество тиков. Но сколько у нас там натикалось. Как мы знаем, что не важно, то есть не общие тут же тики будут. Это же не одна функция будет. Это будут экземпляры. Четыре экземпляра функции. И счётчик будет в каждой разной. Причём счётчик будет вообще не такой. Счётчик будет другой. Счётчик будет у нас вот такой. Он будет у нас считать в переменной структуры нашей. Он там будет и считать. Вот мы его объявляем нулём. Вот он там пускай считает. Можно и такой же оставить, но потом его надо будет в структуру засовывать. Зачем нам? Мы там и будем прям считать. Кто нам это не даёт? Всё равно же это будет несколько экземпляров. То есть и будут вот эти ЦНТшки и вот эти вот указатели. Их будет несколько экземпляров. Для каждой задачи будут они свои. Ну ещё инициализируем также номер задачи в поле. В другом. У нас два поля. А его мы уже заберём вот откуда. Из параметров. Видите? Да. Вот этот вот нам массив тут будет не нужен. Он нам будет вот тут вот нужен. Давайте его сюда перетащим. Вот. Тут уже заругалась. Всё. Ну не обращаем внимания. Во-первых, вот эта вот нам вся колбаса вообще не нужна теперь. Потом. Мы ж тут ничего не отображаем. Мы только посылаем в очередь с вами. А вот для этих всех вот КНТшек нам нужно будет присандалить вот такую вещь. Указательную структуру. Угу. Вот. А тут ничего не меняется у нас вообще. Так. Это хорошо. Но давайте тут ещё ошибочку обработаем если вдруг такая вот. Ну она не то что ошибочка. Проверять будем во-первых тут не то что не в ошибочке. Объявим переменную чтобы состояние наше понять. Да. Вот это вот не пугайтесь вот этого такого вот типа переменной. Это если мы посмотрим это всего лишь long. Не больше не меньше. Вот этот x-status. И мы с вами это не проверяем. Мы в очередь передаём. Пока ещё мы потом там считать будем. Мы пока передаём то что есть у нас. Мы задержку ведь не передаём. Она у нас постоянно. Она в параметрах пришла. Но постоянно для каждой задачи. Вот. Мы с вами тут вот считаем. И перед тем как считаем мы сначала ноль ведь передаём. Вот. Пока ещё ноль здесь. Мы инициализировали. Мы его и передадим сразу. А потом уже это всё это насчитается. Там никуда не денется. Ничего не надо статическим делать. Всё тут хранится прекрасно. Она задача будет работать до тех пор пока не уничтожится. Уничтожится понятно. Статически даже тут по-моему нельзя делать. Иначе тут конфликты между наверное экземплярами задач будут. Не знаю. Вот. Всё будет хорошо тут считаться. Попытались мы да с вами передать в очередь. Но если вдруг у нас вот зачем статус то нужен. Если вдруг плохой статус нам вернётся. То мы да что мы не можем передать в очередь. Ну видимо может быть она там полная слишком. Не знаю. Вот. Посмотрим. Давайте. Что у нас тут в параметрами. Вот. Последнее мне больше всего интересует. Это у нас что там есть. По-моему тайм-аут что ли. Tick to wait. Да. Если мы 0 ставим то мы там просто по-моему до посинения ждём. Пока не передадим. А если какой-то объявляем то ждём до такой поры. То есть если мы тут 1000 напишем то до одной секунды будем тут сидеть ждать. Если не досидим не дождёмся то уйдём. Провалимся вниз и ничего не передадим. А мы будем ждать вот по-моему я так понимаю до посинения. Хорошо. То есть ждать будем до того пока вот тут вот эта очередь у нас в этой задаче с вами освободится. С функцией передачи в принципе закончили. Такую же переменную статуса создадим мы и вот здесь в приёмной задаче. Так. Массив символьный мы уже объявили. И такую же мы переменную структуру объявляем. И мы в неё теперь ловить тут будем. Ловить мы будем также в цикле бесконечном. Везде бесконечный цикл у нас в задачах крутятся. То есть есть ли какие-то задержки. Мы понимаем что задержки во фриерти войсе не те задержки которые в обычном автономном стендалон. Здесь задержки они такие что как бы не мешают работать другим задачам. Они отдают управление планировщику. Планировщик там всё это дело понимает и передаст управление именно вот когда время задержки пройдёт. И тем не менее с другими задачами он продолжает работать. Хорошо. Мы попытались с вами вот что здесь сделать. Мы попытались считать из очереди такой с вами статус. А есть ли вообще что-то там у нас. Мы узнали на полность её. Если она не равен нулю то есть результат функции то значит она у нас пустая. Ну а если она у нас не пустая то это уже вот здесь. То тогда мы попытаемся из неё принять. Ну в принципе мы по-любому будем пытаться из неё применять. Даже если она пустая. То есть мы будем тогда ждать 10 секунд вот здесь. Тогда будем с вами ждать вот тут. Если дождёмся раньше то примем. Если не дождёмся то провалимся. То есть это мы проверяем что вообще мы ну лишнего тут не крутимся. Как бы что у нас наполняемость идёт нормально. Что всегда у нас в очереди что-то ну для дисплея для нас что-то тут есть. Ну я думаю 10 секунд нам будет достаточно чтобы дождаться данных. Потому что у нас там задержки по 600 миллисекунд там и 4 задачи. Мы по-любому тут чего-нибудь дождёмся с вами. Теперь попытались принять. Получили статус. Если у нас статус будет вот такой вот. Ну то есть pd pass. Ну то есть всё правильно у нас. Success можно сказать. Тот же самый. Вот у нас тут возврат давайте посмотрим. Как это тут описано всё это странно. Больше у нас тут в библиотеке закомментированных функций нежели объяснял каких-то. А ну тут потому что он макрос. Он на generic уходит. Вот тут уже идёт биферизация. Потому что непонятно что нам возвращается. В каком случае я всё в примерах это собирал. Вот такой long у нас возвращается. То есть возвращается номер. А. Количество сообщений. Правильно. Теперь посмотрим что такое. Осталось нам лишь посмотреть что такое pd pass. Это true. Не ноль. Всё понятно. Что вернулся у нас не ноль. Значит что-то у нас там есть. И мы начинаем. Что-то мы вернее забрали. Не то что есть, а мы вообще забрали с вами сообщение. Вот. И начинаем всё это пытаться вывести на дисплей. Ну с nprint почему мы использовали. Используем я говорил. Всё. Располагаем в позицию по x у 7. По y. Номер задач минус 1. Почему минус 1 понятно. Да. У нас задача номера с 1. А строчки с 0. А вот здесь мы эту поправку на ветер с вами так сказать и делаем. Но это не всё. Тут же может быть ведь и плохой статус. А если плохой статус то мы вернём вот что. Ничего мы с вами не приняли из очереди. Ну и в принципе это и вот и всё. Вроде не так и сложно. Но свои тонкости есть. Всё это надо как-то ещё придумать. Ну я взял за основу свои уроки по STM32. Сильно напрягаться не стал. И там всё это было практически точно так же почти реализовано. Ну немножко вот эти вот мы не собирали тут статусы. Лучше их конечно собирать для. Пока мы это всё отлаживаем дел. Потом конечно это может всё повыкинуть. Оставить тут вот этот вот ресив и всё. Остальное вообще тут повыбросить. Хорошо. Собрали. Теперь прошиваемся. И сейчас мы с вами ещё в терминальной программе поглядим. Вот. Пошло там считать у нас. Вот. В верхней строке всех быстрее считается. Поэтому там счётчик всех обгоняет. Потому что там задержка 300 по-моему. А вот тут задержка меньше. Тут медленнее считается. Ну вроде видно что у нас ничего не пропускается. Вот. То есть не переполняется у нас очередь. То есть вот эта вот задача свою главную функцию выполняет. Главная функция этой задачи успеть вовремя. Вернее успеть собрать все элементы из очереди. И отобразить переданные в общем информацию в них на дисплей нам. Она это делать успевает эта задача. Вот это самое главное. Вот это мы с вами. Но пока мы не знаем да успевает или нет. Вдруг она может быть успевает. Ну или как-то там ждёт слишком. Может быть много циклов тут бегает. Может пустые какие-то идут. Поэтому мы всё-таки сейчас давайте с вами запустим нашу терминальную программку. Порт я не помню какой. Ну там в терминальной программе лишних не будет портов. Я так думаю. Так. Нет. Пока надо. Порт. Да. 29. Товщина наверное 29. Отключаем всё. Вот. Connect. Мы видим что тут ничего нету. Ну может у нас не работает. Туарт. На всякий случай я перезагружу сейчас контроллер. Вот у нас тут вся инициализация показалась. Тут вот этот по умолчанию сервер DHCP стартанул. Точка доступа стартанула. Показал свой MAC адрес. И никаких вот этих вот сообщений какие мы тут с вами пытаемся вывести при плохих результатах каких-то плачевных у нас не выводят. Значит всё у нас успевает с вами приниматься. Поэтому цель считать достигнутой. функции мы с вами в принципе настроили этот наш дисплей. Конечно на никакую универсальность вот эта вот функция приёмная она никак не претендует. Здесь в очередь передаётся всего лишь номер задачи. И что там ещё передаётся. И счётчик. Это мало. Дисплей он должен конечно больше информации отображать. и всё-таки передавать вообще по-хорошему нужно сюда не вот эти номера. Но пусть даже номера строки можно передавать и саму строку. Вот тогда будет функция универсальная. Ну то есть конечно саму строку то символьный массив весь через очередь прогонять не надо как мы знаем. Можно создать структуру например с номером строки от 0 до 3 и с самой строкой. Вот впоследствии если мы будем во фриортиосе использовать дисплей мы им такую функцию создадим. Она у нас уже может претендовать тогда на универсальность. Сейчас нам наша цель показать что вообще мы можем через очередь передавать из задачи в задачу. Мы научились. Нам тут не в дисплей всё дело-то. Потом мы всё это отобразили. Дисплей у нас работает нормально. Ну по крайней мере не путаются цифры. Когда будет тут что-то не так там цифры будут очень случайными. Даже не представлять каким у меня было такое. Что-нибудь там чуть-чуть не так сделаешь и всё. То есть вот такая вот цель урока была. То есть там она называется вернее урок он называется работаем мы с переходником. А на самом деле мы работаем с вами с передачей данных из одной задач в другую. Вот это будет очень часто нас используют. Особенно когда мы будем работать вот сервер TCP писать. Там надо будет этим заниматься обязательно. Да и клиент тоже. Если мы фрейтиоз собираемся применять. А его лучше применять там сервить в нём легче. Намного все вот эти вот сетевые дела. Всякие MQTT пресловутые и прочее. Ну тем не менее цель у нас задана была подключить символьный дисплей с переходником к нашему контроллеру. Используя при этом операционную систему в реальном время фрейтиоз. Целью этой я считаю мы добились с вами вполне. Что думаю в дальнейшем нам обязательно прекратится для мониторинга за состоянием программы. Пока конечно как я и сказал функции задач с дисплеем у нас не универсальны. Так как мы не передавали в неё строки. Передавали специфические данные. Но тем не менее мы настроили работу дисплея в условиях операционной системы. Всем спасибо огромное за внимание. Подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить. И включайте уведомления. Также пишите комментарии. Жмите кнопочку мне нравится если вам понравился данный урок. Всем пока. Всего хорошего. Всем доброго здоровья.